Мы приветствуем Марию и интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она апатичная такая, смотрит вокруг себя, вокруг тел, как обручи в нескольких местах, голова, грудь и ноги, но они широкие обручи, одни как бочка между собой энергиями прозрачными такими соединены. Понятно. Хорошо. Скэнер. Выводите обручи, отключая их полностью вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Подсвечу их, скэнер их видит, отключает все полностью. Также скрытые подключки конвектора, он их видит, выводит и формирует из этого всего шар перед Марией. У них такой штырь сердечной чакры от этого обруча выходит как крепление. Штырь в сердце? Сердечной чакры, да. Что это за паразит такой? Готово. Отправляю в клетку тюрьму. Больше не мешает ничего, Мария, вы меня слышите? Но вокруг нее есть еще вот эти энергии, она их отгоняет, наслышит. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Марии, выдалим из нее все негативные патогены, низкоабрационные, эти остаточные энергии от этих обручей и штыря. Все это выходит, также вокруг нее собирается в пространстве эта энергия, все летит в шар. Какой-то светло-коричневый шар вышел. Вот это мне уже напоминает кого-то, Вера, светло-коричневый цвет. Мария, так лучше? Намного лучше. Вы не знаете, откуда происхождение этого всего? Как оно в вашем биополе оказалось? Эти обручи? Штырь? Нет, не имею понятия. Хорошо. Будем разбираться. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Марии, под ногами 360 градусов вокруг нее. Два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Марии, находит все. Выстраивается к этим обручам и штырю, и шару с энергиями. Каналы к ответственным. Притягив всех в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Ящер? Это. Дай команду шар в клетку, чтобы ушел. Отправляй шар в клетку. Притянулся кто-то, но он очень расплывчивый. Снимается маски и голограммы. Сущность предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Да, ящер. Ящер, отлично. Хорошо, ящер. Какой у нас ящер, Вера? Если ящер с кем-то связан, притягиваются в клетку тюрьму все. 344. Что это за нападение такое, ящер? Он показывает на эту бочку. Я называю бочку. Он говорит, что это его. Я вижу и знаю, что это твое. Я спрашиваю, что это за нападение на нее? На каком основании ты это сделал? Пометил, ограничил. Какая цель этой подключки? Что ты хотел? Я хотел и хочу. Ее энергии и власть над ней. Вот так вот, да? И ничего тебя не останавливает в твоих намерениях, законы мироздания или хотя бы то понимание, что я являюсь ее заложником, а не наоборот. То, что она в состоянии тебя сейчас уничтожить. Если я у нее сейчас спрошу, не одеть ли на тебя эти все обручи, не дать ли тебе этот шар с энергиями, не ставить ли тебе штырь в сердечную чакру или таковую, которая у тебя есть, и сделать тебе откат. Вот что с тобой станет, ящер? Он показывает, что ей очень легко управлять вот этот штырь, он как рычаг. То есть он как рычагом работает, и у нее начинаются разные эти мысли хаотичные. Начинается прыгать с одной до другой, то страхи, то сомнения. Понятно. Еще он показывает, что у нее есть крылья, и она это знает. И что из этого следует, что у нее есть крылья, и она об этом знает? Это еще одна причина, которая привела его сюда. Понятно. А то, что она могла защищаться своими крыльями, она об этом не знает, да? Ей не до этого. А до чего ей скажи? Он этого не знает. Если бы она могла, она бы защищалась. Как бы там ни было, начинаем с реверса энергии. Сколько ты еще раз находился в биополе? Скажи-ка. Четыре месяца. Понятно. И установлены ли у тебя платы в ее квартире? Нет. Вера, я не записал. Триста сорок какой он был? Четвертый. Триста сорок четвертый. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Марии спроекцировать все энергетические и сферические каналы к ящеру, его обручам, всем его подключкам, этому шару с энергиями. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоэбрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Марии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 99. 1% находится, скорее всего, в этих обручах. Хорошо. На нее идут, от всех чакр идут. То есть возвращается вот эта бледно-коричневая энергия, и она из всех чакр возвращается. Он везде сеял сомнения во всей сфере деятельности. Скажи мне, что ей нужно было сделать, чтобы избежать твоей подключки, чтобы ты просто не вошел? Она опять показывает на ее крылья ее ангельские внутренние энергии и показывает, как она выставляет руку, зная, что она, зная своей родной энергии, этого хватает. То есть она выставляет руку ладошкой вперед, как стоп. И он останавливается. А если она этого не... Да нет, он понимает, что она осознанная, она осознает свои энергии и работает с ним. Ну и в этом случае ты, скорее всего, не будешь рисковать. Оно тебе надо? А в этом он и показывает, что он остановится. Он не будет нападать. Но здесь это добыча, которая все равно кем-то будет занята. Почему он не воспользуется? А это слово называется легкая добыча. Реверс закончился. Устанавливали фильтр золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Мария забирает все чистые, светлые, божественные. Энергия обратно пошла. Энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Мария себе обратно. Забираем из этих обручей и шара с энергиями частички, ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Из штыря тоже забираем все. Все, что на чистоте Марии находится, мощным потоком пошло назад. Ну, из штыря и возвращается, во-первых, энергия энергетического центра идет, и частички души возвращаются. А он говорит ящик, что ирония в том, что даже зная, кто вы, вы не можете пользоваться этим. Давай говорить, что не все. Если ты находишься здесь, в этой клетке, то, соответственно... Он говорит, и я не во всех. Ну, и ты не во всех, да. Реверс закончился. Итак, мы все убрали, все вернули. Скэнер, полнота души. Да. Сто процентов. Что-нибудь еще осталось на твоей чистоте, ящер, что я еще не вытащил? Да, на шее у него такая широкая лента. Скэнер, выведи эту ленту, отправь ее в клетку-тюрьму. А для чего эта лента, ящер? Держать на привязи или как? Ну, я как подушивал. Подушивал. Подушивалась в том, что она что-то хотела сказать. Ей не хватало слов. Ей не хватало. В общем, она ее подушила, чтобы она не тратила энергии в пустой. Даю команду на рассинхронизацию Марии с ящером и всеми его артефактами. До ста процентов. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готова. Включая внутренний белосвет Марии, этим светом она выдавливает из себя всю негативную патогенную низкооперационную остаточную энергию на частотах интерферента и всех подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Здесь, знаешь, из крыльев выходят эти энергии коричневого, небольшой шар вышел. Открывая воронку, галактическая дробь под шаром уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку, пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет три. Один, два, три, удар. Отлетает канал, открывая воронку в галактическое ядро, и канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связь. Ли, у меня ящер 344-й, одел обручи, точно так, как и в предыдущем случае, это супруга этого человека. Одел обручи на нее, вставил штырь в сердечную чакру, вывели энергии. Говорит, она не знает, вернее, знает о своих энергиями, но не пользуется ими, не защищается. Соответственно, я имею право в нее войти. Я всю информацию получил. Умею его на проверку. Артефакты уничтожить. Хорошо. Под всеми артефактами ящера открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Иногда самые злые враги становятся нашими учителями. Так и есть. Если сделать правильные выводы, то, в принципе, за эту ситуацию еще надо поблагодарить его. Иначе вы, человек, никогда и не понял. Готово. Итак, я думаю, здесь пояснять нечего, Мария. Ваши бездействия, результат этих действий. Вы ангел, вы могли просто активировать свои энергии, чувствовать. Вы ничего этим, видимо, не занимались. Чтение манифеста не дает никакого смысла, если вы не применяете на практике заправку энергии, сброс негатива и всего остального. Вы должны чувствовать свои энергии, регулярно практикуя это. Если вы их не чувствуете при поступлении, соответственно, ну что, легкая добыча для ящера. Посмотри, сколько энергии нужно Марии и какая частота вибраций, Вера? 385 и 25. На 4 макушку головы Марии начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается. Наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Мария, как вы себя чувствуете сейчас без ящера и его подключек? Очень приятная энергия, и мне спокойно. Я надеюсь, вы поняли, сделаете вывод из этого сеанса. Будем вас возвращать назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем. К каждому органу клеточки и извилинки головного мозга проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, прием. Продолжение следует... Продолжение следует...